Всем привет! Огромный привет из Канады! Сегодня у нас видео-болталка. Сегодня буду вам рассказывать сказку под очень неприятную холодную погоду, если вы видите меня вот тут за окном. Льет дождь, ветер, в общем, наступила настоящая осень, ну и пора бы уже как бы ей наступить, потому что время пришло. Так вот, под эту вот холодную неприятную погоду, под звук дождя за окном, я буду вам рассказывать настоящую сказку о том, какие бывают в жизни чудеса. История настоящая, реальная, ничего не придумано, так что вот надеюсь, что вам будет интересно ее послушать. Речь идет, как всегда, не обо мне, а о моей знакомой, моей подруге, ну дальней, дальней подруге, в общем-то, больше, скажем так, знакомая. Даме было на тот момент под лет 50, когда вся эта история происходила, я точно не помню, возраст ей было, может быть, так, 48-49, и на тот момент она была разведена со вторым уже мужем. С первым мужем у нее был сын, со вторым мужем она детей не рожала, прожили они какое-то время, она развелась и со вторым мужем. Ну, в общем, да, была такая довольно независимая, финансово, опять же, она была независима, мужчину не искала вообще, развелась со вторым мужем и сказала never ever, то есть никогда больше я замуж не выйду и не нужно мне все это вот, и мне очень хорошо одной. А вы помните мою предыдущую историю про мою одну знакомую, которая вот так вот тоже развелась со своим мужем и живет себе, в общем-то, в покое и в мире сама собой? Живет ради внучки, ради дочки, ради сына и ни в коем случае не хочет заводить вообще никаких отношений. Так вот, история моей сегодняшней героини не совсем такая, но, в общем-то, похожая. То есть она развелась со своим мужем и решила, что ничего ей больше не нужно, ей хорошо так, как есть, она финансово, повторюсь, может себя обеспечивать, чтобы не быть одной и одинокой. И, в общем-то, тоже не всем это нужно, не всегда, потому что, в общем-то, в таком возрасте уже женщины достаточно самодостаточные и, освободившись от двух мужей, она была в такой некоторой эйфории того, что вот я сейчас сама, я могу делать все, что хочу. В общем, короче, два неудачных брака, и она абсолютно уверовала в то, что замужество это не ее и больше ей туда не надо. И вот в один не самый прекрасный день случилась с ней неприятность, она заболела, но ничего страшного. У нее, знаете, вот такая банальная неблагородная болезнь, у нее вылезла грыжа. Ну, бывает. И, в общем-то, пошла к врачу, к одному другому, ее отправили в госпиталь делать операцию. Это было какое-то время назад. Сколько лет? Три-четыре. Не помню. Ну, в общем, что-то такое. И вот она лежала в госпитале после операции. Можете себе представить, что выглядела она не самым наилучшим для нее, респектабельным образом. Находясь вот в больнице в один из дней после операции, естественно, без косметики, без прически, в халате, немножко такая скособоченная, потому что вырезали ей грыжу. Вернее, не вырезали. Грыжу, кстати, не вырезают. Но я это сейчас отвлекусь на медицинские аспекты. Почему-то считается, бытует выражение вырезания грыжи. Грыжу на самом деле не вырезают, а наоборот зашивают. Но неважно, это я так сказала по инерции. Так вот, зашили ей эту грыжу в паху, и она такая немножко скособоченная. Брела по коридору, потому что ей сказали, что нужно ходить, чтобы быстрее восстановиться после операции. Брела она по коридору, абсолютно ни о чем таком не думая. Я думала только о том, как ей все болит, и как это все неприятно, и как скорее бы это закончилось, как она уже хочет домой, как ей надоело валяться в этой больнице. Дело происходило здесь, в Канаде, в Торонто. И шла-шла, никого не трогала, и вдруг увидела его. Как она рассказывает потом, она увидела этого мужчину, и на нее, ее как будто стукнуло молнией. Вот вы представляете, такое бывает. Женщине было под 50. Не 20, не 16, не девчонка, которая может вот так вот влюбиться сходу, неизвестно в кого. Просто вот посмотрев на кого-то и почувствовав вот такой вот удар молнии. Да, такое случилось с ней, с женщиной, которая была на тот момент 48-49 лет. Женщиной, которая была в двух браках, не очень счастливых, и в общем-то поставившей на себе не то, чтобы крест, ну, в общем, как бы решившей, что все, завязала она с этими мужчинами, с этими отношениями. И вот, придя в коридору, в таком вот не самом респектабельном виде, она встретила, увидела этого мужика, мужчину, и сказала, что вот вдруг, увидев его, она поняла, что это тот человек, которого она искала всю свою жизнь. Вы представляете себе? Мне вообще трудно было в это поверить, потому что, ну, мне кажется, что в таком возрасте уже женщина может влюбиться в кого-то не только внешне, а он действительно интересный мужчина, такой респектабельный, представительный, с легкой сединой, высокий, стройный, хорошо сложен. То есть внешне действительно он очень симпатичный мужчина, но дело в том, что мне всегда казалось, что в таком возрасте уже влюбиться вот за внешность только это какой-то нонсенс. Обычно женщины влюбляются в таком возрасте, и может кто-то понравится внешне, но потом, начиная общаться с этим человеком, узнав про него, как бы, ну, просто поговоривши с ним хотя бы, поняв, что он за человек, какие у него, так сказать, человеческие качества, что он себе представляет, его, так сказать, успешность в жизни, неуспешность. Ну, в общем, вот такой вот дурница влюбиться в 50 лет в человека, только увидевший его, я всегда считала, что это невозможно, но вот факт, это произошло. И вот увидев его, ну, как бы она, вот это вот с ней случилось, но она, знаете, вот идет человек в больничном халате, с лохматой головой, без укладки, без косметики, такая немножко скривенькая, знаете, она подумала, господи, ну, как бы, прошел мимо и прошел. Ну, что, что, что может быть, что могло у него, как бы, возникнуть к ней, когда, в принципе, она была вот в таком вот совершенно видении не самым лучшим. Ну, в принципе, женщина-то симпатичная, но вы же понимаете, что когда женщина под 50, то, в общем-то, уже, ну, надо немножко приводить себя в порядок. Вот, да, и вот так вот произошла вот эта вот встреча, и она подумала, вздохнула, пожалела, решила, что вот, ну, бывает, ну, что ж, не в мои-то года, не в моей-то ситуации, вот такое чудо может случиться, вдруг любовь с первого взгляда, причем взаимная. И каково же было ее удивление, когда на завтра, бредя по этому же коридору, в таком же совершенно непотребном, ну, не-не, не непотребном, а, скажем, непрезентабельном виде, она снова увидела его. Он снова шел ей навстречу, и в этот раз он подошел к ней, представляете, и протянул ей свою визитную карточку со словами, что он очень-очень извиняется, если, как бы, она не заинтересованная или просто не, вообще, что это все не в тему для нее. Ну, вот это вот его, зовут его так-то и так-то, он представился, вот его номер телефона, и если она посчитает нужным, то она может с ним связаться, потому что он хочет с ней познакомиться. Для девочек, которые живут в Америке и в Канаде, вы должны понимать смелость этого поступка, потому что здесь мужики зашуганные, испуганные страшными угрозами харазминтов и вообще прочих там домогательств и так далее, никто вот так вот просто к вам, ни на улице, ни в каком-то другом месте не подойдет и не станет знакомиться. Единственное место, где с вами могут познакомиться, это, наверное, где-то в баре, где вы сидите одна, явно в поисках, так сказать, приключений или своей пары. Вот в такой ситуации с вами может познакомиться мужчина, который тоже находится в этом же баре, а вот если вы просто где-то идете, едете в метро, не знаю, в кино, даже, ну, я не знаю, на работе, боже упаси, это вообще big-big no, ну, вот в больнице, где угодно, в любом общественном месте, с 99,9% к вам никто не подойдет, даже если вы мужчина, который встретился вам на пути, и вы ему очень понравились, и он вдруг заимел на вас какие-то виды, скорее всего, что он просто пройдет мимо, потому что кому нужны эти неприятности, вдруг вы какая-нибудь там женщина, которая посчитает, что он на вас как-то не так посмотрел, или что-то не то вам предложил, или не так вас поймет, и скорее всего, что мужчина, скорее всего, просто пройдет мимо. Ну вот, можете себе представить, насколько она ему понравилась, что он, можно сказать, рискнул своей карьерой свободы, и вообще всем чем угодно, и вообще возможность заиметь жуткие неприятности в своей жизни. И он подошел к ней и сказал, что он хочет с ней познакомиться, и дал ей свой телефон и свою визитку, чуть не сказал свою кредитку, нет, до этого еще пока не дошло, не кредитную карточку, а визитную карточку, и сказал ей, что если она посчитает нужным, то вот его телефон, она может с ним связаться. Она просто сказать, что она, ну вот, офигела, другого слова я не могу найти, это не сказать ничего. Можете себе представить женщину в том виде, в котором она была на тот момент, вот после операции в этой больнице, совершенно в таком не... Ну вы понимаете, да, что, как вообще могло такое произойти, что она могла понравиться этому мужчине, что он вообще мог обратить на нее внимание. Да вот случилось и произошло. И она сначала, знаете, как бы обрадовалась, с одной стороны, потому что он ей тоже очень понравился, причем не то, что понравился, а вот просто гром и молния случилось, знаете, только глядя на него. А с другой стороны, она испугалась, потому что, в общем-то, это совсем не было в ее интересах, вот в тот момент жизни, в котором она находилась, в той ситуации, она совершенно не искала никакого мужчину, не собиралась искать, и вообще как бы ее жизнь, как бы она считала, вот в этом смысле закончена, в смысле там партнерских отношений, ей это же все не нужно. И вот, знаете, есть такие ситуации, что вот есть женщины, которые, да, ищут партнера, да, ищут мужа, туда, ищут какие-то связи, и вот ищут, 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 и все мимо, мимо, мимо. А вот тот человек ничего не искал, и в самом неожиданном месте, и в самых неожиданных обстоятельствах она встретила человека, в которого она просто влюбилась вот так вот с одного взгляда. И, собственно говоря, он, наверное, тоже в нее, потому что вот он как бы не побоялся попасть в какую-то очень неприятную для себя ситуацию, и, в общем-то, предложил ей знакомство. Но, опять же, повторюсь, она как бы не была к этому совершенно готова, и ее напугало немножко эта ситуация, озадачила, и как бы, во-первых, она подумала, что здесь какой-то подвох, потому что, ну, не может быть, я такая-такая замарашка абсолютная, как вообще мужчина, может, тем более такой симпатичный, да тем более она посмотрела, что на его визитной карточке написано, что он, в общем-то, не работает в очень большой, в очень известной компании, причем на очень хорошей должности, то есть не какой-то там, знаете, а мужчина мечты. Любой женщине практически. Вот. Вот вы представляете, что так бывает? он приходил в больницу навестить своего отца. Он на тот момент был вдовцом, у него была жена, которая, к несчастью, умерла, и у него были взрослые уже дети, он жил один, у него были отношения после того, как погибла его жена, но отношения были весь год, и они не сложились, и уже на протяжении где-то года он был одинок, и тоже как бы не был в поиске, то есть у него была ситуация, что он решил, что ему там на тот момент было 50 чем-то лет, он был немножко ее постарше, был, есть, и вот была жена, были отношения, отношения не сложились, и он решил, что как бы вот он тоже завязывает на этой теме, и вот вдруг он увидел эту мою знакомую, которая вот чем-то, вы понимаете, что дело не во внешности, наверное, а в какой-то энергетике человека, какой-то химии, которая возникает между людьми, вне зависимости от того знакомого и незнакомого, вне зависимости от того, как они выглядят, независимо от вообще того, что общались они или нет, то есть это очень редко бывает, я считаю, что это вообще единичный случай, собственно говоря, среди моих знакомых и вообще то, о чем я слышала, это первый-единственный раз, когда произошла вот такая вот в таком возрасте, не какие-то там дети-подростки, а в таком возрасте вот такая вот химия прямо громом и молнией, поразившая обоих до такой степени, что вот вообще даже совершенно не важен был, не важен был внешность ее и как она выглядит, но она симпатичная женщина, ну как бы, знаете, это видно, это все равно видно, она худенькая, стройненькая, у нее довольно приятная внешность, нельзя сказать, что она уж прям такая, знаете, без косметики кикимора, но тем не менее, что мне вам говорить, девочки, вы все знаете, и вот случилось то, что случилось, она пораздумывавши день-два все-таки ему позвонила, они договорились, что когда она выйдет из больницы, они встретятся, она вышла из больницы, да, все дни они как-то переписывались, общались, она вышла из больницы, и она попросила несколько дней для того, чтобы она немножко пришла в себя, потому что она не выглядела подходящим, надлежащим образом, сама помчалась, за это время сделала там маникюр, педикюр, все вот эти вот дела, воском повыдирала все, все, что можно было и все, что нельзя, но это уже такие подробности, да, и на самом деле действительно они встретились, и эта встреча их не разочаровала, то есть поговоривши друг с другом, они поняли, что они абсолютно совершеннейшие soulmates, что они могут часами разговаривать, и что они любят одни и те же вещи, одну и ту же еду, одну и ту же музыку, что у них очень похожие судьбы, очень похожие жизненные вехи, ну, не совсем, хотя они из разных стран, она, кстати, из республик бывшего Советского Союза, приехала в Канаду довольно давно, а он местный канадец, и тем не менее, вот представляете, ну, у него хороший английский, конечно, он давно здесь живет, но тем не менее, вот опять же, вот эта вот разность прошлого и разные менталитеты, но тем не менее, при всем при том, вот эта химия, которая произошла в первую встречу между ними, она никуда не делась, а наоборот, она укрепилась, они встречались какое-то время, так сказать, дали своим чувствам время на проверку, потом они съехались, потом они поженились, вот, да, вот зарегистрировали свои отношения совершенно официально, и ей сейчас уже за 50, ему чуть побольше, романтика там такая, вокруг них витают такие единороги и ангелочки, когда вот вы находитесь рядом с этой парой, они женаты уже, по-моему, года два с половиной, три, но я, да, я знаю, что это только начало, я знаю, что это только первые годы, неизвестно, что будет дальше, хотя, я могу предположить, что все-таки люди в таком возрасте, несмотря на то, что любовь их, как бы, так сказать, поразила без того, чтобы без, скажем так, любовь безмозглая такая, не безумная, тем не менее, я думаю, что они все-таки уже понимали, что они делали, потому что даже если вот так вот влюбившие друг друга совершенно неосознанно, потом они все-таки жили вместе какое-то время, если бы это было не то, это бы уже было не то, но это бы уже было видно, и в таком возрасте они бы уже поняли, что это не то, скорее всего, поэтому вот я думаю, что то, что они поженились и сейчас живут вместе, это, конечно, видимо, счастливый конец этой прекрасной сказки, ну как конец, ну не конец, но в смысле вот сказка с хорошим концом, как говорится, жили они долго и счастливы, пока не будем говорить, что там дальше произошло, вы все знаете, конец, я вообще боюсь произносить это слово на ютюбе, вот, и вот такая вот история, совершенно необычная, совершенно нетипичная, очень нестандартная, учитывая, так сказать, возраст героев, и учитывая их, как бы, разница в бэкграундах, и то, что они, в общем-то, говорят не на одном языке, но родной язык, для них русский, для них английский, но тем не менее, вот девочки, хотела вам такую историю рассказать, надеюсь, что она согрела ваше сердце в этот холодный осенний день, и, может быть, порадовала вас, может быть, как-то, ну, развлекла, и, в общем-то, как говорится, даже если вам немного за 30, есть надежда выйти замуж за принца, даже если вам немножко за 50, то, в принципе, тоже есть надежда выйти замуж, может быть, не за принца, но за человека, который окажется вашей мечтой, вашей человекой, любовью всей вашей жизни, это то, что она говорит, что вот этот мужчина был любовью жизни, которого она искала, и, наконец, она нашла, и два предыдущих брака были, как бы, неудачные, потому что это был не тот человек, и вот теперь, наконец, в свои 50 лет она нашла того мужчину, которого искала всю жизнь, вот такая сказка, девочки, очень надеюсь пообщаться с вами в комментариях, напишите, что вы думаете по этому поводу, в общем-то, как бы, конфликта и спора здесь нету, по-моему, на мой взгляд, это чисто такая история Золушки с хорошим концом, история диснеевской принцессы, которая нашла вот своего принца, даже в таком возрасте, и вот, хотела вам рассказать, потому что так бывает, и, скорее всего, я бы так сказала, что это исключение из правил, но, тем не менее, это исключение, подтверждающее правило, так бывает, и, в принципе, вот, всегда можно надеяться на сказку с хорошим концом. Спасибо, что досмотрели меня, спасибо, что дослушали, спасибо вам за ваши лайки, за ваши комментарии, очень буду рада встретиться с вами в комментариях, и обсудить эту ситуацию, вот такую вот историю, все, люблю, целую, с вами была ваша дитае из Канады, пока-пока-бай. Пока-пока-бай.